Юные Орские каратисты в минувшие выходные попали в снежную засаду на трассе Орск-Оренбург. Спортсмены возвращались с соревнований, как вдруг автодорогу закрыли. Десять ребят, их тренер и сопровождающие родители вынуждены были остаться в Краснощоково. Мы подошли МЧС, то есть практически сразу, кто старше, я сразу наладил контакт, скажем так. И нам предложили вариант, то есть либо нас отправляют в Митногорск, то есть к тем же ребятам, либо отправляют на ночевку в вагончик. Вагончики поставили, очень удобно, очень комфортабельно, то есть как практически поезд. И вы, получается, с детьми были в вагончиках? Да, мы были в вагончиках, то есть нам очень понравилось, было тепло. Хотя где-то была информация, что там холодно, там тонкие стены, неудобно. Нет, очень уютно, очень комфортно, дети были довольны, они до часу ночи, до двух часов ночи не спали, играли, развлекались. То есть тоже своеобразный плюс, приключения запомнилось, даже это больше, чем все остальное. Подробный обзор, комфортно, тепло, он новый. Мы первые жители в нем. Это первое купе, там второе. Здесь мини-кухня с водой, с чайником, с раковиной. Шкафы, все есть, не переживайте, родители, все хорошо. Ну, так как я была маму сопровождающая, еще, как бы, в моем подчинении были еще и другие дети немножко. Вот, да, было страшно в том плане, что, а что делать-то, куда трассу закрыли, ехать мы не можем. Огромное спасибо МЧС, которые нас поддержали и нашли выход из такой ситуации. Если бы не они, не знаю бы, что бы мы делали. В общем, история эта, к счастью, закончилась благополучно. Непогоду спортсмены переждали в пункте обогрева, а как только трассу открыли, случилось это в 4 часа утра, все отправились домой. И да, упомянем, что на соревнованиях в Оренбурге из 24 воспитанников клуба боевых искусств «Пламя» 13 заняли призовые места. Поздравляем ребят с победами. А всем оренбуржцам вновь напоминаем, зимой обязательно берите в дальнюю дорогу теплые вещи, следите за погодой и следуйте рекомендациям от МЧС. Маргарита Шкарабурова, Николай Баранников, служба информации, телерадиокомпания «Евразия».